сегодня дорогие друзья мы с вами займемся темой замечательный классический текст и время и здесь сразу хочу сказать о том что время в искусстве в классическом тексте это бесконечно важно и очень интересно и здесь можно развивать огромное количество сюжетов но мы с вами договорились говорить именно о классическом тексте как факте культуры поэтому мы будем говорить не столько о том как классический текст включает в себя время ну как момент формы как тему и материал а мы будем говорить о другом о том что происходит когда классический текст оказывается в потоке времени то есть для нас время будет важно как некоторый важнейший фактор превращающий текст искусства в классика какое участие играет имеет время вот в этом процессе ну грубо говоря классификации канонизации классического текста и вот когда я про это задумывалась то я поняла что здесь можно выделить три таких основных сюжета это время как разрушитель время как оценщик как персонаж с весами на которых определяется антологическая плотность тяжесть текстов и наконец время как творец ну давайте сначала поговорим о разрушители и разрушение обычно когда философы и поэты размышляют о реке времен то это происходит в некоторой минорной тональность ну самое знаменитое что здесь можно вспомнить это вот тот самый текст державина река времен своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы царства и царей а если что и остается под звуки лиры и трубы то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы это довольно загадочный текст который был написан державином в краткий период между его семьдесят четвертым днем рождения его смертью державину исполнилось семьдесят четыре года 3 июля 1816 а умер он восьмого а стихи эти он написал ну во всяком случае традиционная датировка 6 июля вот этот момент интересный всегда потому что день рождения это действительно тот день когда каждый из нас так или иначе задумывается о течение времени о том как это время воздействует на нашу жизнь конечно держаем когда это писал едва ли знал что он умрет в скорости и это стихотворение осталось незавершенным по понятным причинам оно вызывает глубокий интерес исследователи поскольку предполагается что это стихотворение должно было стать началом большой оды содержащая в себе окра стих и если мы вот эти вот слова раз положим ну вот строчки эти да прочитаем как бы их первые их первые буквы то тогда получится руина чти ну что касается руины то здесь понятно и связь ее с временем очевидно и все остальное а второе не очень ясно потому что некоторые говорят о том что это императив от глагола чтить руина чти там что то да или же это предлагают некоторые понимать как родительный падеж такой архаичный от слова честь но в любом случае вот этот образ реки времен соединение вот с этой руиной да которая выстраивается из первых букв стихотворения он предлагает нам воспринимать течение времени как разрушение река времен в своем стремлении уносит все дела людей между прочим вот этот самый образ реки времен он тоже не державе нам придуман и он отсылает нас к некоторой довольно глубокой традиции восприятия времени потому что есть во-первых такая поэма Алексеада которая была написана еще в Византии и вот она начинается с размышления о потоке времени который увлекает в пучину забвения все что происходит с людьми и там в этом поэтическом тексте 12 века поток времени воспринимается как некоторое неудержимое вечное разрушение прежде всего разрушение с другой стороны у Державина просто была такая хронологическая таблица над его письменным столом в звонке в имении его находилась такая длинная картинка где ну вот просто лента такая хронологическая основные события мировой истории там были отмечены но это замечательная картина карта такая хронологическая имела название река времен то есть вот что вижу а то мою да да и когда мы думаем об этом тексте то нам приходится признать что это незавершенное высказывание то есть это некое слово которое было произнесено но не завершено и значение которого было опровергнуто самой дальнейшей судьбой этого текста потому что между прочим уже прошло 200 лет с тех пор как эти слова были сказаны однако они остались неразрушимы рекой времен и зная державина зная структуру его больших философских под мы можем предположить что он начинает с этого тезиса о разрушимости и недолговечности всего на свете для того чтобы потом этот тезис опровергнуть и прийти к некоторому синтетическому осуждению о содержании которого можно только догадаться но в любом случае вот это высказывание задало некоторый тон размышлениям прежде всего русских поэтов о о о о том как происходит работа времени и здесь я могу во-первых вот что отметить как ну просто как читатель нам говорят о том что прежде всего в пропасть изобвения пропадают народы царства и цари то есть все что относится к ну такой историко-политической реальности вне всякого сомнения разрушимо и для меня это конечно некоторый парадокс потому что вот когда я слышу как люди очень яростно и ярко например дискутируют о политике то вот я при этом готова спорить на что угодно что если через месяц или через год или через пять лет спросить у них о чем это мы так горячо спорили едва ли вот этот конкретный повод будет обнаружен в памяти понимаете то есть это как говорит Константин Семенович Пегров энергия которая уходит в пар в никуда практически и я думаю что не зря Державин начинает все это дело с перечисления вот этих историко-политических реальностей и дальше он усиливает эту тему потому что он говорит что даже если нечто будет удержано через звуки лиры и трубы вот из этих самых актуальностей оно все равно исчезнет из нашей памяти однако такой такой разворот темы нас обращает к другому довольно очевидному аспекту к тому что в любом художественном тексте в любом высказывании есть вот этот двойной горизонт с одной стороны любой текст конечно обращен к исторической очень конкретной ситуации и его актуальность она очевидна потому что ну художник это человек он живет среди людей он не может не реагировать на то что происходит здесь и сейчас с людьми которые находятся рядом с ними но остаются в этой самой реке времен только те тексты которые помимо помимо вот этой реальности актуальной удерживают еще то что ну как бы вечно актуально вот те самые константы бытия кормчие звезды как их называет Вячеслав Иванов которые при любом расположении политических сил там социальных конфигураций остаются для нас самым главным и вот мне кажется что некоторого рода откликом на державенский текст является стихотворением Мандельштама я не преувеличиваю потому что Мандельштам ну он же себя декларирует как классика и говорит о том что для него именно вечная поэзия это и есть бесконечный источник вдохновения то есть для него какие-нибудь Тютчев, Пушкин и Державин это вечно живые собеседники так вот я вам напомню один стишок Мандельштама который как мне кажется очень связан с вот этим фрагментом Державина отравлен хлеб и воздух выпит как трудно раны врачевать Иосиф проданный в Египет не мог сильнее тосковать под звездным небом бедуины закрыв глаза и на коне слагают вольные былины о смутно пережитом дне немного нужно для наитий кто потерял в песке колчан кто выменял коня событий рассеивает туман и если подлинно поется полной грудью наконец все исчезает остается пространство звезды и певец этот стих он очень известный все мы его конечно очень хорошо помним и его можно очень по-разному переживать но вот сегодня мне кажется очевидным что эти стихи написанные на сто лет позже чем державинская ода перекликаются с державинским текстом во первых потому что мы совершенно точно знаем что вот этот фрагмент державинский был в памяти Мандельштама когда он пишет свою статью девятнадцатый век то он цитирует эту вещь державина и говорит о том что это лейтмотив всего девятнадцатого столетия а во вторых во вторых Мандельштам именно о том о чем державин говорит свои слова и трактует отравлен хлеб и воздух выпит действительно если для нас единственная реальность вот эта суета кто потерял в песке колчан кто выменял коня если это единственная истина о мире вот это бесконечное мелькание фрагментарных и случайных событий то тогда действительно нечем дышать и нет ничего питательного но если как он говорит там подлинно поется и полной грудью наконец все исчезает то есть как мне это слышится сейчас интенции Мандельштама заключается в том что вопреки тому что каждый из нас включен вот в эту череду бываний каких-то событий о которых мы не вспомним через пять лет или через десять дней у каждого из нас все таки все таки остается доступ вот к этому великому событию мира которое разверзает звездное небо над головой и вот все исчезает остается пространство звезды и певец конечно это ну какой-то такой горизонт который позволяет нам предположить каким было бы развитие ода Державина если бы он ее дописал вторая вещь второй отклик такой несколько неожиданный но вот мне он очень понравился на Державина это история которую рассказывает Михаил Леонович Гаспаров он в одной из своих книжек говорит о том что однажды филолог классик его знакомая хорошая Татьяна Вадимовна Васильева решила поупражняться в латинском языке и перевела вот этот фрагмент Державина на латын и она показала этот перевод свой Гаспарову и когда он увидел его ну давайте я вам просто процитирую как он пишет об этом я спросила у нее а не можете ли вы переделать последние две строчки так чтобы вот это начиналось не с F а с T то есть он тоже начинает ну вот читать этот самый окрастих она быстро заменила флюмины на турбины знаете ли вы что у Державина здесь окрастих она не знала тогда посмотрите на ваш перевод начальные буквы в нем вот это вот это просто красота я это очень люблю начальные буквы в нем твердо складывались в слова амор стат любовь переживает руину любовь остается да амор стат случайным совпадением это не могло быть ни по какой теории вероятности скрытым умыслом тоже быть не могло тогда не пришлось бы исправлять став на стат чудо слова не из моего словаря но иначе назвать это не могу вот когда я прочитала эту историю в воспоминаниях Гаспарова я была конечно потрясена потому что помните мы с вами говорили о том что любое искусство есть уже перевод да вот когда мы рассуждали о первичном таком антологическом событии которое поражает автора и он начинает искать те формальные пути которые позволят другого человека читателю привести вот в точку этого антологического события то тогда мы говорили о том что если принять как аксиомы что для создания текста ну недостаточно просто там не знаю желание быть писателем или там немножко денежек подзаработать или прославиться если для того чтобы писать действительно необходимо вот это озарение потрясение то тогда получается что само искусство перевод и получается что перевод в данном случае он обнажает замысел текста о котором мы не узнаем никогда потому что державин уже никогда нам ничего не скажет вот амор стат да любовь пребывает любовь остается это конечно сильное дело то есть все разрушимо все скоро приходящее но есть нечто что способно уцелеть в этом самом потоке времен и это есть любовь так вот если мы заглянем вот на эту самую реку времен с этой стороны то тогда мы можем предположить что разрушение производимое временем это благое дело это некоторый подарок нам об этом в одном из своих эссе очень хорошо говорила Ольга Александровна Седокова она говорила о том что как правило мы смотрим на реку времени как на поток который уносит но мы можем взглянуть на нее иначе как на поток который несет к нам прекрасные вещи и события река времен приносит нашу радость нашу любовь нашу мудрость и все что угодно да и развивая эту мысль скажу еще и о том что да наш мир превратился бы просто в какое-то душное место где шагу невозможно наступить если бы ничто не разрушалось вот если бы не знаю там предположим у меня дома не разбилась ни одна чашка то я не могла бы принести новую которая будет радовать и покажет какую-то новую красоту да если бы мы никогда не умирали например то состав кафедры какой-нибудь там русской литературы он вот как сложился бы при плетневе таким он бы и был и не было шансов у великих жермунского гуковского и хинбаума на этой кафедре поработать потому что все живы и все на своих местах то есть я про что про то что разрушение и смерть далеко не всегда дурные вещи ну субъективно это конечно трудно принять и не очень не очень это может быть радует да но с другой стороны ведь мы же понимаем что этот переход вовсе не обязательно дорога в баньку с пауками это может оказаться каким-то гораздо более интересным приключением и я ну вот позволю себе все-таки эту вещь расскажу вам один сон который я видела после смерти Зары Григорьевны Минц замечательного филолога жены Юрия Михайловича Лотмана и великого специалиста по Александру Блоку и его эпохе вот через какое-то количество там недель после смерти Зары Григорьевны я вижу во сне что по дорожке идут моя бабушка и Зара они никогда не были знакомы и я к ним подхожу очень радостно и говорю как хорошо вот я очень рада вас видеть бабушка моя говорит ну идемте же к нам чай пить и мы идем втроем к нам пить чай но меня все это время все-таки очень беспокоит одно обстоятельство и я им говорю скажите пожалуйста но ведь вы же обе умерли говорю я им наконец решившись а Зара мне говорит да а разве это имеет какое-то значение и могу сказать что ну вот это одно из тех сновидений которые видишь всю жизнь и которые тебя как-то поддерживают потому что ну то есть можно конечно сказать что это какая-то случайная конфигурация элементов содержания моего сознания можно сказать и так но я не такая умная была тогда чтобы все это придумать с такой складностью полнотой и радостью и утешительность то есть мне кажется что вот через это сновидение какая-то очень важная мысль была предложена а именно мысль о том что все настоящее не пропадает наша любовь наши отношения с людьми продолжают быть в вечности и в то же время это очень хорошо что одни люди и предметы уходят и освобождают место для других так вот время это прежде всего в отношении классики это такой разрушитель потому что оно вычищает поток актуальной литературы оно уносит то что легче золото условно говоря и оставляет то что должно остаться и здесь конечно нам придется признать что классика все время находится ну в некотором противо не то чтобы противостояние но является противовесом моды потому что мода в том числе интеллектуальная непрерывно предлагает нам какие-то новости и всякий раз когда появляется какой-то новый писатель о нем говорят что это живой классик это войдет в историю мировой литературы ну я помню как говорили такие вещи про паулу каэлью которого сейчас по моему уже никто давно не читает и много раз я такие вещи слышала то есть мода она всегда провоцирует в хорошем смысле да провоцирует очаровывает нас своей новизной и при этом она всегда нам немножко подмигивает и говорит что это так хорошо что это будет классическим но на самом деле до тех пор пока не пройдет время ну вот если по-честному мы никогда не знаем что останется а что нет и наверное это очень хорошо что механизм культуры современной он ну не только современной вообще новоевропейской он как бы заточен под эту самую новизну потому что когда мы сосредоточены на новизне мы позволяем времени работать свободно и оно постепенно постепенно уносит что-то такое что должно уйти вот это первая такая штука да про то что поток времени действует как как сортировщик как отсеиватель да вот какие-то феномены остаются а какие-то нет и в этом мы не участвуем потому что мы все время заняты новизною а формирование классического текста происходит помимо нас вот самой работой времени видите тут еще какая вещь конечно можно сказать что вот возьму-ка я и продвину какого-нибудь автора но тут вступает еще ну то есть достану вот из пыли забвения да и скажу что а вот это новый гений но тут к счастью работает вот этот самый еще механизм читательского признания группой знатоков потому что действительно вот тот небольшой процент людей которые сформировали свой вкус многолетними упражнениями их обмануть нельзя ну можно сделать там яркий сюжет в СМИ но обольстить знатоков невозможно то есть время сотрудничая вот с этой с этими людьми из малого числа да о которых говорит Пукин мы с вами это вспоминали на первой лекции что вот малое число знатоков отбирает время в сотрудничестве с этим малым числом формирует классический канал теперь что касается мы здесь с вами уже и переходим к этой замечательной теме время как оценщик время как как механизм расстановки персонажей по их пьедесталам вот здесь встает вопрос о о том возможны ли живые классики ну с одной стороны очень хочется сказать да потому что есть великие писатели чье величие довольно очевидно их современникам но я бы все таки не стала так храбро отвечать утвердительно на вопрос о возможности существования живого классика по нескольким причинам во-первых потому что действительно литературная мода и такие непредсказуемые виражи общественного вкуса могут приводить к тому что например вот это самый простой пример поздний пушкин представляется его современником вовсе не классика а человеком который истратил свой талант оказался в ситуации творческого бессилия действительно многие так думали в тридцатые годы уму непостижимо но это так даже для жуковского было некоторым потрясением содержание пушкинского письменного стола он не подозревал что пушкин написал вещи такого величия это с одной стороны с другой стороны когда мы называем кого-то живым классиком то это скорее маркетинговый ход чем научная констатация ну скажем замечательный швейцарский русист Жорж Нева когда-то написал статью о Солженицыне и назвал ее живой классик но начинается эта статья во-первых там заглавие это взято в кавычки живой классик он все-таки как-то решил поаккуратнее поступить и вот в самом начале статьи Нева пишет так статус живого классика парадоксален Солженицын классик его читают в школах о нем пишут диссертации его место указано во всех учебниках как литературы так и истории однако он живой классик и может еще удивлять раздражать увлекать за собой новыми текстами таким образом мы видим что для Жоржа Нева классичность ну вот в данном контексте это просто синоним признанности когда он говорит о том что Солженицын классик то он это аргументирует чем а его изучают в школе о нем пишут диссертации но знаете вот как раз в школе это изучают и диссертации пишут о том что востребовано и в этом может быть очень высока мера участия чисто конъюнктурной и политической ситуации вот я выскажу сугубо частное мнение но я когда-то прочла Солженицын с невероятным интересом и ну признала величие его гражданского подвига но при этом мне не захочется перечитывать Солженицын вот Варлама Шаламова я смогу перечитывать а Солженицына нет долго ли создается классика и можно ли вообще вспомнить произведение второй половины прошлого века которое можно назвать таковыми без всяких оговорок ну мы имеем в виду наш ну слушайте я вот Бродского могу записать в классике уже прям без всяких без всяких сомнений мне кажется что здесь уже как-то вы вымирилась мера и понятно что это не просто модный автор с интересной судьбой Нобелевской премии а это действительно поэзия такого уровня которую хочется читать и перечитывать ну вот это первый да кто приходит в голову то есть в случае Бродского получается что он умер в каком в девяносто первом что ли году а в случае Бродского очевидно что вот этих там тридцати лет хватило для того чтобы он утвердился в своем статусе но тот же самый Бродский по моему мы с вами вспоминали уже это да он пишет в девяносто шестом он умер ну неважно значит двадцать пять лет это уже уже кое-что для для определения классичности но у Бродского есть да 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 спасибо Лиза я тоже посмотрела пока мы рассуждали у Бродского есть такая пьесочка мрамор и там как раз ставится вот этот чудный вопрос из мрамора потому что классики или классики потому что из мрамора то есть что первично что вторично вот эта самая машина культурной индустрии которая изготавливает твой мраморный бюст и тогда уже никто не поспорит с тем что ты классик ну как вот происходит сейчас с Лженицыным на мой взгляд потому что он окружен таким ореолом гражданского почитания что его литературные тексты они как бы озарены вот этим светом его гражданского подвига хотя на мой взгляд это совершенно разные две вещи как человек жил и каким языком он пишет ну не важно а важно то что вот вот живой классик это всегда очень рискованная рискованная позиция рискованный статус поскольку никогда непонятно какими средствами поддерживается вот эта самая классичность и вот скажем Томас Эллиот которого Бродский очень любил и не он один он в своем эссе что такое классик он как раз категорически утверждает что только за одним числом только в исторической перспективе только через протекшее время классик может быть признан таковым вот я помню как однажды на одной конференции мы обсуждали вот эту тему живого и мертвого классика да и и Константин Семенович Пегров сказал что классик должен умереть для того чтобы войти в силу своей классичности более того я вам скажу что то когда начинаешь думать о жизни ну каких-то великих авторов не знаю Данте Шекспира того же Бродского и Пушкина то начинаешь убеждаться в том что чем меньше человек озабочен собственной судьбой в мировой литературе тем больше у него шанс вот в эту самую историю мировой литературы войти мне кажется что важным и показательным материалом для размышления о живом классике и о его смерти и по смертной судьбе является Моцарта Сальери Пушкина вот если вы помните там есть такой конфликт потому что ведь в чем дело то с Сальери я не думаю что элементарная человеческая зависть там играет решающую роль как и в истории с Иудой впрочем а здесь другое здесь самые драгоценные святые вещи в которые человек верует настоящему которым он служит оказываются под угрозой и ведь действительно Иуда переживает невероятное желание подтолкнуть Христа к тому чтобы он явил всю свою силу и славу понятно что все пошло не так но я не думаю что его импульс заключался в том чтобы добыть 30 серебряников это небольшие деньги Иуда хотел заставить Христа явить свою божественность вот равным образом Сальери убивает Моцарта не потому что он там как композитор ему завидует как раз таки историки музыки говорят что у Сальери не было никаких оснований завидовать Моцарту что его позиция в мире профессиональном была гораздо лучше что на его концерты ходили не меньше а больше чем на музыку Моцарта и служба у него была более почетная и зарплата выше то есть не в этом дело а дело в том что для Сальери существование Моцарта это попрание его жизненной философии вот с чего начинается трагедия все говорят нет правды на земле но правды нет и выше для меня все это ясно как простая гамма то есть что его раздражает не справедливость потому что Моцарт классик он должен вести себя как жрец искусства он должен вести какую-то ну невероятно собранную сосредоточенную жизнь должен не знаю там служением заниматься а вместо этого он веселится играть с мальчишкой на ковре а самое ужасное заключается с точки зрения Сальери в том что для Моцарта совершенство музыкального произведения не является наивысшей ценностью помните там из-за чего сломался бедняга Сальери Моцарт шел по улице и услышал слепого скрипача который там наяривал очень фальшиво и примитивно его его музыку и Моцарт развеселился и он привел этого слепого скрипача к Сальери и говорит друг послушай как смешно а Сальери говорит а мне вообще не смешно мне не смешно когда маляр презренный мне пачкает мадонну Рафаэля говорит Сальери то есть он воспринимает музыку исключительно как серьезное занятие для достойных людей тогда как для Моцарта это просто часть жизни но в ее невероятной полноте то есть играть сыром на ковре не менее интересно и захватывающе чем музыцировать в самой избранной компании и слепой музыкант который наигрывает его мелодию это это смешно это трогательно это клево с точки зрения Моцарта то есть о чем я о том что классик живет как не классик он живет как обычный человек понятно что Пушкин скажет там я памятник себе сдвиг не лакотворный да и ну в каком-то смысле знает себе цену но вместе с тем для него это только момент ну было бы глупо да если бы Пушкин или Моцарт говорили что да я вообще двух строчек нормальных не написал ну он же понимает что он написал но для него это не важно то есть здесь мы конечно имеем дело вот с чем с тем что позиционировать себя как классика конструировать уже при жизни свое посмертное величие как это делали многие скажем вот одна из ну сюжетных линий прекрасного романа Милана Кундер «Бессмертие» это история про то как Гёте создавал свое величие великого классика как он трудился над этим как он расстраивался когда у него это не получалось но потом Кундера показывает что Гёте в каких-то шлёпанцах в старом халате и очках с синими стёклами в загробном мире болтает с Хемингурием потому что вот после смерти ему как раз стало очевидно что все эти его танические усилия по редактированию Кермана и так дальше что все это просто были какие-то детсадовские развлечения на что это в перспективе вечности не стоит ни копейки так вот время является оценщиком то есть классик это тот кто принципиально не классичен это тот кто живет обычную жизнь и тот кто чем больше включен в эту обычную жизнь тем счастливее его счастье не в великих текстах вот счастье Сальери как раз в том что он всю жизнь не служил музыке и старался ее писать как можно лучше счастье Моцарта в том что он был человеком дружил с друзьями любил прекрасных женщин родил детей и стоял на земле под небом вот и все то есть не творчество было высшим оправданием его бытия ну вот на эту тему тоже можно долго говорить потому что скажем пушкин да он в последних своих уже стихах вот из этого каменного островского островского цикла который он написал в тридцать шестом году когда он говорит о том как он хотел бы жить что его привлекает он говорит по прихоти своей скитаться здесь и там удивясь божественным природой красотам и пред созданиями искусств и вдохновения чего-то там плакать по глубокому умилению то есть он не говорит о том что а еще писать великие стихи потому что ну для него это абсолютно так же естественно как есть и пить для него гораздо важнее трепет вот нашла я да это место по прихоти своей скитаться здесь и там удивясь божественным природой красотам и пред созданиями искусств и вдохновения трепеща радостно в восторгах умиления вот счастье то есть наслаждаться красотой природы и красотой искусства быть прежде всего не творцом а участником вот этого великого праздника природы и культуры вот что для него важно жить просто жить ну вот и наконец время как творец то есть вот про это самое приносящее дарящее время да которое которое унося и разрушая отсеивая все что мельче определенного калибра да или там легче определенные меры формирует для нас творит вот тот самый классический канон здесь я бы вот о чем сказала вчера я брала интервью у прекрасного ну то есть не то что интервью но там вот кстати последние дни питерцы надо быстро бежать последние дни в галерее зерно на второй линии васильевского острова дом 17 происходит выставка прекрасного художника фотографа Людмилы Сергеевны Тоболиной Тоболина потрясающий мастер просто потрясающий но вот ее друг и учитель Григорий Колосов тоже великий фотограф он вчера Колосов прекрасен он какой-то вот такой священный безумец просто но не важно важно то что вчера как раз мы заговорили про современное искусство я сказала про современное искусство и и маэстро прям весь вот у него какая-то случилась он говорит что его работа не фотограф он называет себя церковным сторожем ну да еще он говорит что спасибо не мне а автору имея в виду другого персонажа и действительно я верю что это искренне потому что я понимаю что то что он делает это ну как будто бы уже вот не совсем от него Колосов прекрасный так вот Колосов вчера когда мы заговорили про современное искусство и он сделал такую ну недовольную физиономию состроил он был вынужден все-таки провести вот эту границу да а где же граница между скоро приходящим и классикой и он сказал что настоящее искусство это искусство в котором кроме временного есть еще вневременное я готова под этим определением подписаться потому что я про это тоже вот бесконечно думаю то есть классика это если угодно актуальное прошлое потому что ведь действительно вот у Пушкина столько слов непонятных тут меня спросили недавно а не пора ли нам перевести Пушкина на современный русский язык потому что там реально много словечек которые требуют какого-то объяснения но с другой стороны нет не пора потому что когда я слышу какое-нибудь слово лабутены там тикток или еще что-нибудь то я совершенно искренне спрашиваю а что это такое ну тогда кого из нас надо на какой язык переводить да то есть речь то о чем о том что Пушкин действительно употребляет например словечко шаматун и я начинаю заглядывать в словарь чтобы понять кто такой шаматун ну или что-нибудь такое но при этом это не важно потому что все равно даже если нам пришлось пару-тройку раз забежать в словарик все равно после прочтения пушкинского текста у нас остается некоторое целостное переживание которое состоит в наслаждении с одной стороны да а с другой стороны в некотором просветлении духа то есть мы вдруг начинаем понимать что мир прекрасен ну вот это эффект той самой пикториальной фотографии да которые занимались и колосов и и занимаются и колосов и прекрасная таболина потому что некоторое смещение оптических условий позволяет в обыкновенном пейзаже открыть таинственность вот колосов говорит монокль это механизм тайны и отчасти это правда другое дело что в ранних работах Людмила Сергеевна Таболина еще нет использования монокля там нет вот этого импрессионистического эффекта да свойственного пикториальной фотографии но тайны там хоть отбавляй то есть там на эти лица людей на эти пейзажики можно смотреть бесконечно просто бесконечно до пятого числа выставка работает кто не был надо срочно туда идти так вот значит вот это самое актуальное прошлое это что означает это означает что есть некоторый некоторый корпус текстов который ну иногда исследователи называют абсолютной классикой это то что вошло в канон и не подлежит уже утверждению там переоценке еще чему-то и в этих текстах мы находим вот то самое вне временное которое мы можем назвать вечным настоящим вот тут я обращаюсь конечно ну прежде всего к работам Ханса Георга Гадемера который говорит о том что сущность восприятия времени в искусстве заключается в том что она учит нас пребывать в покое и когда мы научаемся пребывать в покое ну это я своими словами но за смысл все-таки ручаюсь когда мы учимся научаемся пребывать в покое благодаря классическому тексту совершенному тексту постепенно нам открывается измерение вечного в повседневном вот то самое вечное которое находится здесь и сейчас ну об этом немало говорит и Зегль Майер который тоже говорит про схождение времен в классическом тексте ну не только в классическом но и в любом совершенном ну тут вот видите я настаиваю на классике потому что это то что уже отобрано для нас предшествующей традицией это то что уже можно храбро брать использовать и не не задумываться о том удачен или не удачен наш выбор он заведомо удачен заведомо хорош вот вот Зегль Майер он даже настаивает на том что когда мы избираем классику когда мы обращаемся к совершенному искусству рекомендованному нам традиции то в этот момент мы если угодно противостоим разрушению и хаосу наступающему на нас со всех сторон понятное дело что в то время когда Зегль Майер пишет свои замечательные вещи еще ну не так все плохо обстоит если честно как сейчас понятно что для него еще ну ему и не снились грубо говоря те вызовы как принято говорить с которыми мы сейчас вынуждены иметь дело и однако и однако он уже сумел ну я прежде всего опираюсь вот на его книжку искусство и истина это такой сборник статей в котором есть и размышления о времени в частности так вот когда он говорит о проблеме времени то свои размышления об о качестве текста он их ведь в конечном счете строит вот на чем он говорит о том что проблема времени в классическом искусстве это проблема перехода перенастройки о чем мы с вами тоже уже говорили но вот видите мне приходится иногда повторяться потому что речь идет именно о том чтобы перенастроить свое восприятие на горизонт вечного вот собственно говоря и все то есть произведение искусства которое присутствует в текущем времени оно обращает нас с настоятельностью к тому что задель варь называется истинно настоящим то есть вечным и для него совершенно очевидно что в опыте произведения искусства врата вечности и оказывается для нас доступно что именно через освобожденность от потока сменяющих друг друга событий нам и дается этот опыт переживания вечного и вот я представил вам финал этой статьи за гельмайера проблемы времени мы привыкли к тому что существует не эвклидовы геометрии мы должны будем привыкнуть и к тому что существует совершенно различные способы бытия экзистенциального времени и хайдеггер дал глубокий анализ лишь одного из них и даже в более широком по охвату о времени искусства представлены возможно не все существующие типы времени например насколько я вижу мы очень мало знаем о своеобразном способе бытия времени присущего сновидения таков теоретический вывод который можно было бы сделать из наших наблюдений то есть он говорит о том что исследование времени искусства позволяет нам расширить свое представление о времени как таковом и ну с большой благодарностью но все-таки выйти за пределы кантовского представления там на этот счет и дальше он еще второй вывод делает это теоретически что проблема времени будет центральной для философии тут он абсолютно угадал второй вывод тоже очень ценный практическим же выводом было бы следующее от нас зависит быть хорошими или плохими читателями способствовать или препятствовать тому чтобы произведение искусства раскрыло себя от нас зависит открывать мир истинного или ложного времени приумножать бытие или тлен и пустоту и вот на этом месте когда я дочитала в первый раз за глимаера до конца передо мной открылась прямо какая-то сияющая перспектива потому что смотрите он уравнивает уравнивает три выбора первый выбор эстетически быть хорошим или плохим читателем ну то есть грубо говоря усложнять себя дамскими романами и детективами или читать высокую классику это выбор который в руках каждого из нас я не хочу сказать что надо непрерывно читать только высокую классику но тем не менее всякий раз когда я вечером прихожу домой после работы передо мной выбор вот либо я делаю себе бутербродик с сыриком и читаю какую-нибудь бильберду и при этом у меня конечно наступает полное расслабление либо я все-таки читаю что-то нормальное ну тогда мне придется думать тогда мне придется опять работать но это выбор который делаю только я вторая вещь второй выбор о котором говорит он тоже такой крутой от нас зависит открывать мир истинного или ложного времени то есть он говорит нам о том что жить в падшем времени или в вечности это исключительно наша боль вот как ты как скажешь так и будет да хочешь сутиться подпрыгивать и заполнять свою жизнь мусором никто тебе не запретит но если ты хочешь выйти вот в это состояние сияющего мира который всегда наполнен смыслом и радостью то тоже никто не помешает и наконец он дает уже какой-то прямо потрясающий выбор от которого он как-то немножко становится не по себе он говорит в первом случае если твой дух обращен к мелкому и повседневному и ты живешь вот в этом не истинном времени ты умножаешь тлен и пустоту а если ты все-таки живешь в измерении классического равняется в вечности то ты приумножаешь бытие вот это то о чем очень стоит подумать потому что как правило нам кажется что область наших эстетических предпочтений это такое глубоко личное дело и не только эстетических предпочтений мы очень часто думаем что вот мое внутреннее состояние это мое личное дело вот хочу и буду там в депрессии хочу и буду злиться хочу и буду завидовать и т.д. но на самом деле никакого личного дела на белом свете не бывает потому что чтобы нам не говорили про индивидуализм и про мое призрачное индивидуальное сознание все равно я понимаю что когда когда я злюсь то у меня кот нервничает и цветы вянут а когда наоборот то все расцветает вокруг то есть получается что наши вот эти окружающие нас существа дети животные растения они показывают что нет не все равно как ты там внутри себя живешь и тогда оказывается что чтение классики это как бы такое спускание ну я не знаю всякий раз когда мы читаем великий текст или слушаем великую музыку или идем в Эрмитаж что-нибудь такое мы как бы открываем двери для вечности и мы говорим да я разрешаю тебе воспользоваться мною как воротами через которые ты найдешь этот мир а это уже серьезно тогда оказывается что здесь уже дело не о том в этом свой досуг и каковы наши эстетические предпочтения Зайдельмайер ставит вопрос серьезно ты кому служишь кто мне служит мне это последует да ты что выбираешь бытие или тлену пустоту думаю что примерно это имел ввиду Гадемер когда он говорит что всякое настоящее произведение искусства такое подлинное оно содержит в себе призыв ты должен стать другим другим каким живым живым воином света извините за возвышенную риторику давайте мы на этом остановимся потому что мне кажется что вопросы ну у нас есть и есть какие-то темы которые мы хотели бы обсудить значит мои тезисы вот очень простые да что классический текст попадая в поток времени он во-первых проходит отбор во-вторых точно такой же отбор и прояснение статуса случается с классического текста то есть формируется тот самый корпус классической традиции и наконец что устоять в этом отборе да могут только те тексты которые вступают в особенные отношения со временем а именно открывают нам возможность перехода от временного к вечному вневременному можно так сказать ну вот я закончу Марина Валентиновна я могла пропустить но был вопрос от Валентины долго ли создаете классик мы же не отвечали на него ну я попыталась как-то на него ответить в том смысле что нескольких десятилетий бывает достаточно после смерти автора и вот мы сосчитали да что прошло 25 лет после смерти Бродского и уже более-менее мы понимаем что имеем дело не с модным автором а с классиком ну если это ответ у меня такой вопрос на самом деле про 20 лет смерти автора у меня почему-то есть впечатление но мне кажется вам нужно как-то проверить что ну чем ближе к нам тем меньше становится этот промежуток ну возможно это как-то связано с тем что у нас просто как-то быстрее распространяется информация но нет такого что Бродский сейчас уже классика для писателей там 18-19 века этот процесс происходил дольше видите я боюсь что нам очень ну здесь всякий случай уникальный и скажем тот же самый Гёте но все таки ну конечно он можно сколько угодно там посмеиваться над ним но все таки он был классиком признан очень быстро да да или же или же тот самый Пушкин потому что уже для людей середины 19 века совершенно очевидно что это классический автор то есть я не уверена я не знаю не проверяла потому что тут надо как-то очень много работать с документами потому что а вот действительно а как нам определить тот момент вот какого критерия да здесь сказать что все процесс завершен этот автор уже может быть храбро признан классиком как нам определить ну некоторые говорят а давайте мы посмотрим как только его включили в школьную программу значит классический да или там по количеству написанных специалистами работ посвященных его творчеству то есть тут ну тоже есть есть тема для размышлений и я боюсь что вот эти формальные критерии их если их как-то собрать окажется что они в отношении к каждому автору через разный срок выполняются вот поэтому видите чтобы как-то качественно ответить на ваш вопрос надо просто вот прям просмотреть всю историю литературы когда ком начали писать книжки и включать его в школьные программы поэтому я пока не готова это сделать так можно ли сравнить текст с археологическим материалом на то дойдет ли он до нас влияют разные факторы от состава почты почвы до деятельности грабителей так и текст доходит до нас через частое сито времени как и в археологии и может ли произведение низкого условно говоря жанра стать классикой смотрите это все очень прекрасные вопросы во первых смотрите можно ли сравнить текст с археологическим материалом конечно может даже есть люди которые говорят что классика это все что покрыто патиной ну то есть все что просто отлежалась вот как только что-то становится старым то тут же мы говорим это классик с одной стороны это так но с другой стороны вот если говорить об археологическом материале смотрите вот до нас доходит очень много чего например посуды например монеток например женских украшений например игрушек и это означает что этого вообще было много ну то есть люди абсолютно все пользовались деньгами посудой и все дети играли в игрушки это я к чему к тому что если что-то дошло до нас но это верно особенно в приложении вот до печатной литературе если что-то дошло до нас из например античные древнегреческой трагедии мы можем вот как-то твердо быть уверены что это было это и есть лучшее потому что плохое не не тиражировали не переписывали много это слишком дорого стоило и если сейчас ну действительно там размножить с помощью интернета можно все что угодно то тогда ну как бы билиберду не будут размножать поэтому в некотором смысле да действительно текст я согласна с вами доходит то есть из археологических артефактов сохранилось то что было самое важное для людей чем чаще всего пользовались к чему чаще всего обращались то же самое с классическими текстами теперь может ли произведение никого жанра стать классикой да конечно опять же смотреть в античности считалось что самое главное событие греческого театра это трагедия а комедия была для чего нужна ну а просто для того чтобы снять вот это катарсическая возвышенная но все-таки напряжение для того чтобы после катарсиса наступила такая разряд а вот чтобы совершить такой полный выбор ну и тут и начиналась вся эта история с коренными плясками и всякими непристойными шутками то есть они считали что комедия это чисто ну такое техническое завершение мистерии театральные но сейчас когда мы смотрим на эти прекрасные комедии то мы понимаем что они хороши сами по тебе мне не обязательно отсмотреть арестею для того чтобы потом порадоваться и повеселиться какому-нибудь там не знаю аристофану я могу отдельно аристофана читать я понимаю что это полноценное эстетическое событие то есть действительно то что современники считали а низким жанром может возвыситься до статуса классики запросто просто вдруг окажется что это отвечает каким-то важным потребностям внутренним человеческим другого поколения теперь про включение в школьную программу вот валентина говорит включение в школьную программу тоже мало то значит сейчас уже наверное никто не вспомнит мария тушегинян согласна равно как и какого-нибудь там не знаю федора гладкого или какого-нибудь еще даже николая гавриловича чернышевского который довольно прикольный автор но все-таки его уже не читали тут наверное еще один временной фактор только еще более растяженный никого включили в школьную программу на какой-то период времени а кто в этой школьной программе там пятидесятилетиями да держится окроме всех прочих конечно конечно потому что видите как раз формирование школьной программы это всегда дело ну политической ситуации то есть мы как думаем о том что вот мы хотим сформировать в молодом поколении вот такие такие качества давайте мы их попросим читать такие такие тексты ну давайте но потом политическая ситуация поменяется и то что обслуживало интересы конкретные там социальные группы это все отшелушиться а то что действительно имела дело с вечными ценностями то останется ну мне кажется вы правы совершенно да у меня есть вопрос по поводу опять же классики современности ну не знаю даже как лучше сформулировать но у меня есть определенный небольшой страх мне кажется это вообще такой поколенческий современный страх что не то что наше поколение но способно ли наше время произвести ну создать текст который вот выродится как классический потому что с одной стороны мы это естественно узнаем гораздо позже но с другой стороны тем не менее знание которое у нас есть многих классических текстов которые уже все равно при жизни писателя были читаемы и то что сейчас иногда ну опять же тяжелее и отделять зерна от плевел потому что у нас гораздо больше возможности печатать все что угодно и потому что ну многие мои ровесники я иногда не могу ответить на вопрос вот какую современную литературу мы все читаем и то есть найти что-то хорошее и прекрасное можно всегда но не становится ли это уже какой-то очень нишевой вещью гарри поттер может быть войдет пишет дальше смотрите тут два разных вопроса может ли новое поколение создать великие тексты я думаю что безусловно да потому что ну вот это басё когда-то сказал великий мастер он говорит о том что наша задача подняться на те же вершины на которые до нас поднимались древние но нам нужно подняться туда своей дорогой то есть речь идет о чем о том что конечно в каждом поколении есть человек который который совершит вот эту работу который найдет язык новый язык и алла губнова евгения некрасова но это вот надо почитать это стихи или это проза проза хорошо я постараюсь но я про что хотела сказать про то что вот мы с вами сегодня об этом говорили что если человек ставит перед собой задачу там нужно создать великий текст или же написать нечто классическое то это все это 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 путь сальери вот я буду служить высокому искусству мне кажется ну я вам расскажу историю про то как однажды к нам в институт пришел сергей славьев рассказывал или нет и он в институт кино и телевидения и он сказал что дорогие дорогие будущие кинематографисты а кино это же безумно дорогое искусство вот хорошо быть писателем там кроме клочка бумажки или ноутбука ничего не надо а попробуй быть киношником тебе что надо собрать тьму тьмущую народу кучу денег и все такое поэтому они все очень озабочены вот как выживать на рынке кино искусство и вот сергей славьев сказал что знаете вам будут говорить что сейчас вот в тренде то или сё что вот хорошо продается вот это или это но вы просто все это не слушайте об этом и не думаете потому что сделать что-то хорошее можно только в одном случае если вы делаете то что вот лично вам интересно и необходимо понимаете то есть это про то что получать удовольствие от текста и потом уже как-то истории господь бог они сами управят что там войдет не войдет в канал в каком-то смысле об этом лучше не думать я сбросила себя с корабля современности говорит дарья в том смысле что читая только проверенную классику ну я на всякий вас как я поймет но с другой стороны когда какие-то хорошие люди мне советуют что-то современное то я прочитываю иногда получаю очень очень большое удовольствие есть такое мнение что чтение классической литературы сродни искусству иными словами чтобы понять произведение нужно смотреть вглубь повествование например можно проследить связь с другими произведениями библией сказками мифами и тем самым лучше понимать суть книги иногда выходит целое пособие как правильно читать и понимать книги как вы к этому относитесь обязательно ли учиться читать классику к пособиям отношусь очень средне потому что ведь что это означает ну представляете вот я возьму и напишу учебник как надо читать литературу или там слушать музыку то есть окажется что я такой умный и и все понял про то как работает классический текст но дело в том что даже если я такой умный и все понял в отношении себя самого я же не могу сосчитать психо эмоциональные и физические и какие-то даже бэкграундовые характеристики всех остальных людей понимаете ну как я буду то есть мне кажется что для того чтобы быть хорошим читателем нужно только одно читать много вот все и тогда вы со временем научитесь видеть как научитесь но для этого надо просто много классику это ну просто значит читать книгу и читать много книг вот и все когда-то я училась петь в хоре и наш регент он настоятель церкви в консерватории он говорил хорошо поет тот кто поет много вот и все хочешь научиться петь пой хочешь научиться читать читай тут я согласна в комментарии про комментарий я хотела просто написать потому что слишком неудобно с телефона что мне кажется что чтение каких-либо комментариев особенно если например издание с комментарием каких-то несовременных реалиях например или опять же каких-то мне кажется что там у лица например без комментария читать сложно если прочесть комментарии и заново прочесть текст ну вот про это потому что ведь во-первых комментарии это тоже диалог с их авторами например почитайте комментарии не знаю владимир набокова и юрия лотману как они то это просто два размера и комментарии конечно нужны но но как сказать иногда хочется вот просто войти в этот поток текста и не перелистывать каждые две минуты страницы обратно если в первый раз слишком слишком прерываться на комментарии ритм может потеряться конечно и потом любой автор который пишет книжку будь суперинтеллектуал он все-таки не рассчитывает на то что это будет только пища для филологов он надеется на то что просто какой-то человек это будет захватывать и поэтому я думаю что любую книжку судьбе сложно все-таки можно потому что в улесе есть расшифрую все до конца аллюзии к не знаю одиссея и к географии дубля на времен джойса все равно это история про людей правда же про то как они со существуют в этом мире и это достаточно интересно вне всяких других вещей другое дело что потом мне захочется понять а что здесь еще видят знающие люди и вот тут и вступает всему комментарий мне кажется возможно про это уже говорили мне просто в прошлость не было сейчас поздно пришла что опять же классика и в принципе хорошая книга проверяется так если тебе красиво и важно читать то что ты читаешь даже если ты вообще не понимаешь например о чем какой-то фрагмент то наверное это неплохая книжка да я с вами совершенно соглашусь и расскажу одну историю как однажды мы делали на радио город петров передачку к дню рождения пушкина и вот позвонила одна женщина пожилая и она сказала что знаете я в первый раз прочитала пушкина во время войны когда была маленькая девочка училась в школе и я тогда жила в маленькой деревне и у нас вот была школьная библиотека и больше ничего не было и она говорит когда я читала онегина в первый раз я не представляла себе что это там за ресторан талон в которой они ходили и кто такой каверин и все такое прочее но меня так захватывала вот эта красота текста вот не очень понятно про что но так хорошо рассказывает человек что она прямо радовалась лиза я потом должна вот просто выписать все эти ваши рекомендации вы на них напишите потом просто в частном порядке прошу у кучерская еще ну какая-то трогательная книжка тети мутин которая меня вот прямо поразила аналитика такая современная анна каренина аналитика супружеской измены ну очень хорошо то есть я к чему к тому что красота онегина она остается красотой даже тогда когда мы не можем дешифровать все абсолютно реалии то же самое со всем остальным поэтому я с вами согласна красота она и в африке красота вот есть люди которые читают баха читают слушают и они слышат прям вот все эти места где одна гармония переходит в другую и они слышат там пять мелодий одновременно но я может слышать только две мне все равно хорошо вот такие дела ну что есть ли еще у нас какие-то темы для общего обсуждения не сердись не сердись лиза мы скажем да что на следующей неделе не среда у нас наш день а а какой день мы в пятницу один один да в пятницу одиннадцатого хорошо тогда мне кажется на сегодня можно завершать и отправить всех кто не читает современную литературу читать современную литературу потому что это тоже очень интересно свернуть дискуссию в кулуаре говорю свернуть дискуссию в кулуаре просто после каждой встречи в телеграме беседе обычно все начинают вспоминать любимые книги и что такое как это прекрасно вот мне кажется что это уже большая радость что мы начинаем вспоминать свои истории с книжками это вообще цель образования потому что те странные люди которые учили нас много лет назад ради пятерок или ради научных достижений или ради ваковских статей они не знали что книжки люди читают для радости